Приветствую вас. Вы знаете, в психологической теории существует такая игра, которая звучит следующим образом. Ты бегоняешь, я убегал. В этой игре люди по типу вас ведут себя так же, как вы. И причина такого, казалось бы, весьма глупого, истощающего поведения всего лишь навсего в том, что люди боятся близости. Близости боитесь вы, потому что ведете себя определенным образом. И я не поверю, что вы не боитесь близости, потому что все ваши действия, они указывают на то, что вы боитесь. Боится ваша подруга, которая так же ведет себя осторожнейше. С одной стороны, с вами, а с другой стороны, не давая вам, по сути дела, успокоиться и пойти дальше. Вот. Вы можете, в принципе, сами почитать про эту игру. Называется, я догоняю, ты убегаешь. И все. Вот абсолютно все в этой игре связано с данным аспектом. Хорошо это или плохо решать, честно говоря, не мне. Вот. Хорошо это или нет, решать не мне, но другим людям, которые, ну, в частности, играют в эти игры. Вот. И... Как? Вследствие этого. Страта. Я думаю, что вы можете выйти из игры, если честно. Сказав. 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 Человеку. Прямо. Что. Вы. Испытываете. Симпатию. К... Ну, вот. К нему. К нему. К нему. И. Сказав. Прямо. Что. А. Хотели бы. Например. Быть мисси. Хотели бы. Например. Устучаться. И так далее. И. После этого. Больше. А. Не. Давать. Человеку. Повод. А. Как-либо. А. Ладно. Пытаться. Выводить вас. На. Эмоции. То есть. Не отвечать. Например. На. Сообщения. Подобного рода. Если они. Есть. Вот. Не играть в игру. И. Человеком. А. Быть. Откровенным. Тоже. То есть. Вы. А. Значит. Ну. Вы. Говорите. Что. Хотите. Близости. Да. Вы. Говорите. Что. А. Хотите. Близости. Сейчас. Более близких отношений. Вот. Но. Для этого нужно что-то делать. Для этого нужно что-то делать. Для этого нужно что-то делать. И. Вот. Тонкость. Тонкость. все в том, что вы готовы для этого делать, понимаете? Вот, в этом вся тонкость, на самом деле, поэтому время ваше, жизнь, кстати говоря, тоже ваше. Как вы ей распорядитесь своей жизнью, это вам решает, если вы готовы тратить ее на игры такого типа, причем не на простые игры, а на деструктивные игры, на игры, которые тянутся очень долго по времени, это ваш выбор. Но нужно понимать, что за этим следует, нужно понимать, что всегда за этим будет расплата, нужно понимать, что вам придется рано или поздно платить за то, что вы играете в эту игру. Я не думаю, честно говоря, что ждать это хорошая идея. Вот. Я не думаю, честно говоря, что идти на бралом в такой ситуации, когда у человека достаточно хорошо развит механизм защиты, вот, имеет смысл. Я так не думаю. Я думаю, что самый лучший вариант, если вы, честно как есть, расскажете о своих чувствах, вот, скажете, чего вы хотите, от, например, девушки, допустим, да, вот, скажете ей, что она может для этого сделать, чтобы вы были довольны. если ее это интересует, да, вот, и после этого уже, значит, соответственно, либо вы будете вместе с ней, либо вы разойдетесь. То есть тут как бы вариантов на самом деле несколько. Как правило, как правило, когда прекращаешь играть с человеком, да, то человек, значит, перестает получать получать выгоду от игры и либо выходит из отношений либо соответственно переходит на новый уровень отношений на другой более глубокий уровень если же а игру человека поддерживать вот то мне кажется что это может длится вечно потому что есть подкрепление позитивное подкрепление игры а значит зачем что-либо менять да значит зачем и для чего что-либо корректировать нет по сути никакого мотива это делать вот я думаю я думаю что так вам можно ответить на вопрос если вы любите если вы любите если вы любите девочку действительно как вы говорите ее любите если она действительно вам врага вот то в таком случае я полагаю что вы обратно будете стараться сделать сделать для нее все что в ваших силах да без фанатизма но в то же время и не проявляя полного безразличия вот с другой стороны не позволяю себя как-то принижать обесценивать и так далее да то есть ну вот как она например вот ведет себя сейчас на данный момент с вами то есть такое поведение абсолютно неприемлемо вот и отношение в общем то такое оно тоже совершенно неприемлемо то есть этим вот если вы эм позволяете к себе относиться подобным образом этим вы конечно себя дискредитируете вот вот и занижаете тем самым свою самооценку вот что ни в коем случае не идет вам на пользу вот то есть подумайте о том что вы делаете и для чего и уже исходя из этого может может постарайтесь прийти к какому-то решению для себя определитесь именно вот в первую очередь со своей собственной стратегией да того как вы будете себя вести если вы хотите эм чего-то для себя то это не любовь это скорее такое знаете болезненные чувства которые которые лучше все-таки оставить да чтобы оно не мешало вот если вы хотите что-то делать для человека делайте это замечательно это прекрасно но не ждите ничего взамен вот на этом все я надеюсь что помог вам если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше я желаю вам всего самого доброго и удачи